Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. С наступлением Нового Года нередко мы ставим себе определенные цели, которые помогут стать нам лучше. И, наверное, одной из самых распространенных будет задача привести свое тело в форму. Как сделать это максимально эффективно, что важнее – спорт или диета, а также затронем вопросы правильного рациона вместе с нутрициологом Анастасией Травиной. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. И давайте начнем с самого важного вопроса – можно ли есть после 18? Все будет, на самом деле, очень индивидуально. Будет зависеть от вашего режима дня. То есть, если вы встаете, например, в 7 утра и ложитесь спать уже в 9 вечера, тогда вам можно последний прием пищи сделать как раз-таки в 6 вечера. Но если вы до 2 часов ночи, например, работаете, то вам можно будет поужинать в последний раз в 10-11, потому что иначе вы будете просто сидеть и умирать от голода, скорее всего, сорвется на что-то, и, в общем, это будет не совсем. То есть, за 3 часа до сна? Да, 3-4 часа до сна достаточно, просто чтобы вашему желудочно-кишечному тракту было легче спать. На самом деле тоже все не так однозначно, потому что мы можем взять, например, суперполезное оливковое нерафинированное масло, и там на 100 грамм будет почти 900 калорий, да? А можем поесть, например, какой-то фастфуд, и он тоже будет очень калорийный, поэтому калории калориям рознь. Мы смотрим состав, смотрим на полезность продукта, на белки, жиры, углеводы, что он в себе содержит, и уже из этого делаем вывод. Самые-таки опасные вещи, скажем, пустые калории, которые вы можете не заметить и употребить, это сладкие напитки, это разные капучино, лата на фундучном молоке с карамельным сиропом, со взбитыми сливками. Как раз то, что модно сейчас. Да-да, мы вроде выпили просто стаканчик кофе, а по факту там 300 калорий, хоп, или не заметили. Пачка семечек перед телевизором, это вообще бич моих клиентов, которые говорят, ну это же семечки, это же полезно. Семечки по факту сами по себе полезны, но просто в них очень много калорий, и вы этого не замечаете. Ну, естественно, чипсы, фастфуд, все, что промышленные обработки, стран с жирами, там тоже будет много калорий. Но при этом есть продукты калорийные, например, красная рыба жирная, она будет очень полезна, скумбрия, нерафинированные масла, орехи. В них много калорий, но отказываться от этих продуктов не нужно. Вы упоминали состав, говорили то, что нужно обращать на него внимание, а что, увидев в составе, вот точно не нужно брать? Вообще, золотое есть правило, чем состав короче, тем продукт лучше. То есть, чем меньше там незнакомых вам слов, цифр, каких-то непонятных обозначений, тем проще. Когда вы приходите в магазин, ориентируетесь на правило, что вы берете продукт, переворачиваете его и смотрите состав. Например, если вы хотите купить творог, то в составе должен быть просто творог. Если вы там смотрите какой-то творожный десерт с каким-то там орехово-шоколадным наполнителем, это будет уже не совсем хорошо. Если вы там покупаете курицу, то в составе будет просто курица. Еще и на первом месте должно быть. Да, на первом месте. То есть, продукты идут по убыванию. Чем, например, в составе продукта больше, он будет стоять ближе к началу в списке. Естественно, мы смотрим, чтобы на первых местах не было сахара, не было каких-то транжиров, масел нехороших, вот такого. Каких-то непонятных добавок. В общем, да, чем проще, чем короче, тем лучше. Можно ли снижать вес при помощи голодания? Не стоит. Не стоит. А чем это опасно? Это опасно тем, что если вы это делаете бесконтрольно, например, если вы попали, не знаю, в какую-то клинику, у вас есть доктор, который вот прям за вами следит, отслеживает ваши анализы и вот говорит, что вам обязательно вот это нужно, то, ну, возможно, вы прислушаетесь к своему врачу, да? Ну, если вы самостоятельно просто почитали какую-то статью какого-то блогера и решили, что сегодня я ел фастфуде, курил, пил, не спал и все такое, а завтрашнего дня я просто голодаю, ну, скорее всего, вы окажетесь в больнице, да, потеряете сознание, получите как минимум проблемы с желудочно-кишечным трактом, потому что весь наш ЖКТ работает как часы, ему обязательно нужно, чтобы поступала какая-то пища. Например, если есть люди, которые пропускают завтрак, первый раз кушают, там, не знаю, в 3 часа дня, получается всю ночь и полдня, пока мы спим и потом не кушаем, наш желудочно-кишечный тракт не получает еду. Из желчного пузыря нет оттока желчи, например, и мы в итоге получаем камни, да, либо потом может развиться гастрит, язва, это все, как правило, от нерегулярных приемов пищи. Ну, соответственно, голодание, оно как бы еще больше это все может усугубить. А вот часто люди пропускают завтрак, вы как раз упоминали, и питаются, конечно, не в 3 часа дня, как вы говорили, но условно через 2-3 часа после пробуждения. Насколько это уже опасно или вредно для здоровья? Лучше всего завтракать в первые 20-30 минут после пробуждения, да, это в идеале. Чаще вспомнено, это клиенты говорят, что я просто не хочу есть утром, ну, то есть не лезет ничего, или там они выпивают чашку кофе и побежали на работу. Это опять-таки может привести к проблемам ЖКТ, и на самом деле это очень связано с нашим первым вопросом про неест после 6. Если вы поели на ночь в 10 вечера, там в 11, да, легли спать сразу же, ваш ЖКТ очень плохо переваривает продукты, вы просыпаетесь. А давайте расшифруем ЖКТ. Желудочно-кишечный тракт. Отлично. Соответственно, на вот он всю ночь не мог это хорошо переработать, потому что вообще-то он должен спать, да, как бы вот. Мы просыпаемся утром, и у нас просто стоит еще наш ужин. Ну, логично, что есть мы не хотим. То есть просто поменяв вот эту привычку не есть на ночь, мы уже получим чувство голода, такой легкости и аппетита с утра. Какой самый простой способ перейти на здоровое питание? Самый простой способ – это поставить себе нужную цель. Вообще поставить ее, сформулировать, записать, да, вот, и не искать никаких сложных путей. Не пытаться сразу все ограничить, сразу все убрать. Вот, например, вчера вы там, не знаю, пили, курили, ели одни бутерброды, ну, вот, просто чипсы, и все, вот это вот, короче, ели, а бы как, да, проще говоря. И тут завтра вы решаете, как чаще всего люди пытаются с понедельника или с Нового года. То есть сейчас актуально, я все, я не ем сладкое, я ем регулярно, я вообще ничего не жарю, ем на пару, занимаюсь спортом, в общем, такой идеальный человек. Две недели, и все бросается, да, поэтому делаем какую-то конкретную цель, и дальше разбиваем эту цель на очень маленькие шаги. То есть не надо все сразу делать. Например, вы решили, что вы хотите здоровый образ жизни вести, и сделаете себе цель, что в следующую неделю вы просто пьете больше воды, да, там, 8 стаканов, ну, это стандартная такая рекомендация. В следующую неделю, если у вас с водой получилось, вы, например, начинаете употреблять 5 порций овощей и фруктов рекомендованных. Получилось эту привычку внедрить, берете следующую, и вы такими маленькими шагами двигаетесь к более здоровому образу жизни. А сколько раз нужно питаться в день при здоровом питании? Нет на все простого и четкого ответа, на самом деле. В средней статистике здоровый человек, взрослый, без каких-то хронических заболеваний, три раза в день в целом питаться достаточно. Опять-таки, если у вас очень длинный и тяжелый день, встали вы в 5 утра по каким-то причинам, а вы знаете, что вы в этот день ляжете спать только в час ночи, у вас очень длинный день, да, то есть разница между этим приемом пищи будет очень большая, тогда вы можете добавлять перекусы, да, ну, хорошие перекусы, а не просто там где-то конфетку рвал, где-то бутерброд съел, такого плана, вот. Но при этом, если вы суперпрофессиональный спортсмен, у вас очень много тренировок, или вы ребенок-подросток, или вы беременная, или кормящая женщина, то вам этих приемов пищи нужно будет больше. А вот затрагивая тему перекусов, не утащить конфетку, а как выглядит здоровый перекус? Перекус – это на самом деле просто прием пищи, просто в уменьшенной порции. То есть не надо считать, что перекус – это вот что-то, что просто плохо лежит рядом с вами. Надо отделять перекус и кусочничество. Вот кусочничество – это коллега угостил конфеткой, в машине нашли какой-то банан, там, пока готовите ужин, что-то тоже урвали, съели. Вот это все как бы не надо. Если вы уже решили, что вы чувствуете физический голод, не эмоционально, да, именно физически у вас уже урчит живот, но вы знаете, что ваш обед только через 3 часа, окей, вы себе делаете хороший перекус. То есть хороший перекус – это будет перекус, в котором будут и белки, и жиры, и углеводы, как и основной прием пищи. Но просто если, допустим, ваша обычная тарелка – это 24 см, то на перекус вы можете взять там 18-15 см. И по такому же принципу ее заполните. Что-то белковое, что-то углеводное, какие-то полезные жиры, овощи или фрукты, да. Если из примеров, пускай это будет какой-то цельнозерновой хлеб, например, ломтики курицы, помидор, там, салат, айсберг. Либо, если там что-то сладкое вам хочется, тот же самый любимый всеми – банан, греческий йогурт, немножко орешков, да. То есть вот все вот эти нутриенты вы взяли, это даст вам мало того, что сытость, вам не так скоро потом захочется есть. Ну и, соответственно, там, если вы худеете, вам тоже будет проще удерживаться от всяких сладостей. Услышала от вас интересную формулировку «эмоциональный голод». Можете рассказать подробнее о нем и как, если что, отличить эмоциональный голод от обычного? На самом деле очень просто, но это тоже навык, который тренируется. То есть каждый раз, когда вам в голову приходит идея, что надо что-то бы съесть, нужно остановиться хотя бы на пару секунд и задать себе вопрос. Я сейчас действительно хочу есть. То есть если это ваш голод физически, вы будете чувствовать урчание в животе, вы будете чувствовать там какую-то слабость. Если вы прям очень давно не ели, у вас могут даже трястись руки немножко, да. То есть слюноотделение повышается. То есть вы прям реально именно физически уже вам пора покушать. А если это голод эмоциональный, то вы при этом можете чувствовать полную сытость в желудке. То есть вы чувствуете, что желудок полный, вы еще там свой завтрак не переварили. Ну как-то скучновато. Да, но скучно, грустно. Накричал начальник, там девушка прислала плохую смс-ку или там просто коллега принес конфету, вот она перед вами лежит, и вы думаете, ладно, чего она лежит, я ее съем. Вот это вот такой голод эмоциональный, с этим надо работать, это наши пищевые привычки. Вот, ну вот главное хотя бы начать его отличать. А я напоминаю, что у нас в студии Анастасия Травина. Именно с ней мы сейчас обсуждаем, как быстро и эффективно похудеть. И продолжим это делать после небольшой паузы. Ты слушаешь шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. В студии Радиус ФМ Влад Кучко и мы продолжаем обсуждать различные диеты вместе с Анастасией Травиной. Анастасия, подскажите, если я планирую похудеть, что для меня важнее, все-таки диета или занятие спортом? Однозначно диета. Вот если у вас есть условно только час на себя в день, и вы на чаше весов, у вас тренировка или какая-то еда, которую вы потратите время приготовить, однозначно еда. Около 80% успехов в похудении, это именно то, как вы питаетесь. Тренировки – это такой небольшой бонус. А можно ли похудеть, не занимаясь спортом? Можно, однозначно, это точно работает. А в противоположную сторону будет ли работать? Нет. Даже, условно, если очень продолжительное время заниматься спортом? Нет, ну смотрите, как это все работает. Вы худеете только в случае, если вы употребляете еды меньше, чем вы тратите энергии за день. То есть если, я не знаю, вы тренируетесь очень много часов, но при этом очень мало едите, то такое возможно. Но опять-таки, скорее всего, если вы много тренируетесь, ваш организм будет требовать вас, наоборот, еще больше еды. Поэтому спорт, безусловно, важен, но он скорее важен для выносливости, для энергии, для здоровья, сердечно-сосудистой системы, для тонуса мышц. То есть если вы хотите не просто похудеть, а набрать мышечную массу, например, какой-то рельеф у себя увидишь, что-то такое. И в целом для здоровья это, конечно, очень хорошо и важно заниматься спортом. Но если вы не будете при этом следить за своим питанием, ничего не получится. Нужно ли диетам или рационом подстраиваться под сезон года? На самом деле особо нет, но поскольку мы живем в таком регионе, где очень сильно отличаются сезоны года, то есть нет такого, что всегда тепло или всегда холодно, мы можем единственное, на что опираться, это на сезонность продуктов. То есть всегда съесть то, что сейчас в сезоне, будет немножко полезнее, чем то, что сейчас не растет. Например, какие-то бананы, которые к нам везут очень издалека, и знаете, да, они приезжают совсем зелеными, их потом там специальным образом досозревают. Это будет не так полезно, как, например, какая-то тыква или репа, редька, свекла, которая растет вот прямо у нас, которую никуда не везут, и которая сейчас в сезоне. Конечно же, летом мы наоборот налегаем тоже, да, на то, что сейчас растет, делаем запасы на зиму, там замораживаем продукты, это можно делать. Вот, то есть вот на такие моменты можете опираться. А так в целом ничего особо менять не нужно. Но есть же много всяких витаминных добавок, особенно они активизируются, условно, какие-то рекламные их акции. Вот сейчас зима, мало солнца, нужны витамины. Как вообще относиться к этим витаминным добавкам? Тоже все не так просто. Не надо самому себе назначать витамины, не надо приходить в аптеку и говорить, дайте мне что-нибудь для здоровья и для настроения. Весь комплекс витаминов. Вам точно что-то дадут, конечно. Но будет ли в этом польза? Большой вопрос. Значит, единственная научная рекомендация это витамин D. Это то, что рекомендуют все научные сообщества принимать витамин D, особенно в нашем регионе, опять-таки, да, у нас очень мало солнечных дней. Витамин D можно принимать взрослым и детям круглый год. Все остальное, это очень индивидуально. Идеальный случай, это пойти к специалисту, например, посмотреть дневник питания. Как вы питаетесь? Возможно, вы человек, который отказался от мяса и молочки, естественно, вам будет чего-то не хватать, и вам нужно будет прибегать к каким-то витаминам. Либо вы, например, кормящая женщина, и вам просто потребность больше. Либо вы какой-то подросток, который очень сейчас активно растет, но при этом очень плохо ест. То есть это все решается при помощи индивидуальной работы, анализов, и только тогда можно уже что-то корректировать. И то, я бы сказала, что важнее отлазить рацион. Потому что по-хорошему, если вы сбалансированно хорошо кушаете, вам будет всего хватать. Миф, что сейчас помидоры, яблоки содержат меньше витамин, чем 100 лет назад, но это не так. Витамины там есть, и вполне можно все получать из еды. Вы говорили, что очень важно рассчитывать белки, углеводы, жиры, но как это эффективно делать? Рассчитывать, особо на самом деле прям по цифрам, взвешивать еду, ходить с весами на работу, там что-то высчитывать, записывать это очень сложно. Это часто ведет к расстройствам пищевого поведения, к тому, что люди пытаются начать это делать и через месяц бросают. В общем, обычному человеку, не какому-то профессиональному атлету, я бы не советовала. Самый простой метод, который я всем рекомендую, это метод тарелки. Вы берете свою тарелку, делите ее сначала пополам. Половина этого сектора это овощи, фрукты, зелень. Любая, в любом виде. Хотите, просто порезали, потушили, запекли, там нагрели, как угодно. Второй сектор тарелки вы делите еще пополам. Одна четвертая это белок и одна четвертая это сложные углеводы. Сложные углеводы это необработанные крупы, злаки, цельнозерновые какие-то продукты. Соответственно, три таких приема пищи. Чуть-чуть жиров туда можно в виде нерафинированного масла, например, добавить в овощи. И все, и считать ничего не нужно. А какие еще советы или рекомендации человеку, который, послушав эту программу, решил, буду с сегодняшнего дня начинать диету. Какие еще советы дадите? Могу пройтись по таким важным группам продуктов, которые точно надо включать в свой рацион. Я уже выше говорила, пять порций овощей и фруктов это средняя рекомендация для всех. У нас с этим очень большие проблемы. То есть каждый день пять порций? Да. То есть только это не пять овощей и пять фруктов, это суммарно. То есть может быть два фрукта, три овоща, допустим, да? Вот. Опять-таки в любом виде можно заморозку использовать, все, что хотите. Следующая группа это обязательно белок. У нас люди не доедают белка. То есть белок должен быть в каждый прием пищи, может быть животное, может быть растительное. Яйца, мясо, курица, рыба, бобовые, соевые продукты, если вы вдруг решили от мяса, например, отказаться. Следующая группа это обязательно жирная рыба. Это нам нужно ради омега-3. То, что люди бегут покупать в аптеке. Можно две порции жирной рыбы в неделю и вы все получите. Не обязательно, кстати, покупать семку какую-то дорогую, скумбрия, селедка, печень, трески. Тоже все хорошо работает. Бобовые. У нас тоже люди очень редко употребляют эту группу продуктов. Хотя бы там 2-3 раза в неделю по чуть-чуть себе добавляется. И продукты, так называемые, ферментированные. То есть это квашеная капуста, кефир, йогурты, все, что на закваске, сквашено естественным образом. Это будет очень полезно для вашего кишечника. Ну и чистая вода. Сколько нужно воды в день? Ну есть такая общая рекомендация. Это 30 миллилитров на килограмм вашего веса. Вот. Но начать можете хотя бы стаканами считать. 8 стаканов в день. Это будет такая средняя норма. Ставите на видное место, везде носите с собой. Точно почувствуете себя лучше. А у нас в гостях нутрициолог Анастасия Травина. Анастасия, спасибо вам за эту беседу. Пожалуйста. А нашим слушателям напомню, что запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Влад Кучко. До встречи в следующих выпусках. Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Субтитры создавал DimaTorzok